Мы продолжаем работу нашей выездной студии на площадках форума сообщества, который, напомню, проводит Общественная палата региона и Общественная палата России в Самарском дворце спорта имени Владимира Высоцкого. Рядом со мной председатель комиссии Общественной палаты России по просвещению и воспитанию Наталья Кравченко. Здравствуйте, Наталья Васильевна. Здравствуйте. Как вам, Самара? Вы впервые в нашем городе? Да, я первый раз. Ну, во-первых, первое впечатление было, когда ты подлетаешь городу, ну, вообще, к региону, очень красиво, и Волга впечатляет, и видно, что много городов на берегу находится. И губернатор сегодня сказал... В дневное время время, да, вы прилетали на Самаре? Что просите? В утренние часы, да, прилетали? Да, я рано утром прилетела, ну, я к обеду прилетела сюда. То есть можно было насладиться в Волгой и увидеть все это с высоты птичьего полета. и видно, что города стоят на берегу, и губернатор сегодня подчеркнул, что у каждого города, который стоит на берегу, есть набережная. И вчера вечером удалось уже после рабочего дня прогуляться, насладиться общественными пространствами, проводить закат. Говорят, что в Самаре каждый закат уникален. Уникально, это правда. Да, поэтому красота и очень приятный город. Мне первые впечатления очень такие яркие, хочется вернуться. Я говорю, прекрасное место для фотолокации. Уже успели выложить фотографии в сеть? Нет, у нас пресс-служба выкладывает сейчас рабочие моменты. Мы вот на этом акцентируем свое внимание. Не только вы посетили набережную, не только насладились красотами, но и такая деловая часть вашей поездки. Накануне форума вы побывали в школе в поселке Рощинске, Волжского района нашей Самарской области. Что можете сказать об этом визите и чем, на ваш взгляд, уникально это учебное заведение? Ну, во-первых, учебное заведение находится в таком военном городке. Я сама выросла в Кронштадте. Это долгое время был закрытый город, у меня отец офицер. И, ну, я понимаю специфику таких. Чем-то это звалось, наверное, да? Да, конечно. Ты сразу видишь людей в форме, ты видишь, ну, в общем-то, такую интересную застройку малоэтажную, там небольшие дома. Мне коллеги рассказали, как формировалось это поселение. Это были там мотострелковые дивизии, которые выводились из Германии в свое время, лет 30 назад, и, собственно... Осели на жительство. Да, 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 эту инфраструктуру создавали как раз там немцы, и, ну, в общем-то, чувствуется, что такой очень комплексный... Ага, что по поводу школы? То есть цель вашего визита была узнать, как обстоят дела с ремонтом, или с подготовкой к учебному году, или то и другое, что еще? Школу мы посещали в рамках общественного контроля за программой капитального ремонта, за президентской программой, которая реализуется вот уже два года в нашей стране, и до конца 26-го года будет в России отремонтировано больше 7300 школ. Эта школа уходит в капремонт на два года, как мне сказала директор. То есть год начинается, но потом с какого-то момента они уходят, да, или начало учебного года? Поскольку школа в пиковые свои годы могла вмещать до 3000 учеников, и сейчас там учатся около 1000, есть идея о том, чтобы попытаться частично совместить учебный процесс и ремонт, перемещать ребят по школе, мне рассказали, какие существуют там отдельные входы и так далее, ну и летние периоды использовать для такого активного ремонта, потому что нужно поменять сети, нужно поменять вентиляцию, очень много санузлов в этой школе было запроектировано, там тоже есть определенные мысли по тому, как эффективнее эти пространства использовать. Ну и вообще проект очень интересный, и особенность этой школы в том, что там учатся, ну, во-первых, дети военнослужащих, и на сегодняшний день порядка 60% семей ждут своих отцов из зоны специальной военной операции, ну, то есть такой вот дух защиты Родины и патриотизма там вот просто в воздухе. Хотелось бы в первую очередь таким школам уделить внимание? Хотелось бы в первую очередь таким школам уделить, помочь, порадовать, поддержать, и очень интересный музей мне показали. Школьный. Школьный музей, который, ну, собственно, и про те семьи, которые живут в этом поселении, да, и про достижения и подвиги героев, прям очень нестандартный, я такого не видела. Наталья Васильевна, вот часть форума уже за плечами, то есть он успешно стартовал, что можете сказать о его старте? Ну, вы, наверное, были участником форумов в регионах и других городах, да, которые уже прошли до Самары. Вот, наш ничем не уступает. Ну, форум только стартовал, прошла первая пленарная сессия с участием губернатора, и чувствуется вовлеченность Дмитрия Игоревича, его готовность слышать, слушать и реагировать на запросы граждан, на то, вообще, что люди хотят в том регионе, за который он отвечает. Это было видно и вчера, когда я общалась, ну, и в школе с коллегами, и в НОЦ. Мы такое провели хорошее совещание, в котором мозговой штурм переросло. Всегда отсылались к губернатору и подчеркивали его вовлеченность, неравнодушие, желание, ну, собственно, быть такой опорой, поддержкой для многих гражданских инициатив. Это очень важно. А что, значит, что касается активности общественности в Самарской? Вот, чтобы губернатор у нас активный, это, безусловно, а вот общественность... Ну, губернатор же активный, он в ответ на то, как граждане... На запрос общества. Да, на запрос общества. И вот одна из идей, почему мы сейчас так активно со школами работаем, в том, чтобы привлечь, ну, в данном случае, креативный ресурс неравнодушной молодежи и предложить ребятам, которые сегодня учатся по направлению архитектуры и дизайн, ну, быть полезными для переосмысления школьных пространств. У нас в недрах штаба общественного контроля за программой капремонта родился проект «Школа мечты». Вот он как раз направлен на то, чтобы мы молодых ребят, которые, ну, уже профессионально хорошо подкованы, да, предложили им со школами поработать. При этом мы со своей стороны, с федерального уровня, готовы им организовать менторскую поддержку со стороны таких архитектурных бюро известных, которые сегодня работают с темой школьных пространств. Ну, просто сил этих специалистов не хватит на всю страну, а при поддержке молодых ребят можно масштабировать знания, видения. Проект уже живет, да? Да, проект уже живет. Мы делаем экспедиции, как мы их называем, для молодых специалистов, которым эта тема интересна. Показываем им, какими сегодня могут быть современные школы. У них есть возможность в формате таких воркшопов общаться с архитекторами, с управленческими командами школ, для себя какие-то подсматривать интересные решения. Ну, и в идеале мы, конечно, хотим создать такой банк лучших практик, чтобы даже те, кто в эту программу по разным причинам не войдет, не захочет, не сможет, смогут подчеркнуть какие-то идеи для себя. Полезный итог. Ну, и директорам это хорошая опора. Ну, вот пусть это даже не будет дизайн-проект, но если будет человек, который чуть больше понимает, чем директор в современных школьных пространствах, будет с кем посоветоваться. Конечно. Или в кого, как говорится, вгрузить идеи детей, учителей, родителей, чтобы это тоже можно было переработать и, ну, в общем-то, уложить какой-то дизайн-проект. Школа мечты из Самарской области. Это будет развиваться сотрудничество? Ну, мы сегодня как раз в рамках пленарной сессии предложили эту историю губернатору. Дмитрий Ильич, он живо отреагировал, и сейчас у нас будет панельная дискуссия. Ну, у нас вот две темы, с которыми мы приехали сегодня в Самару и с федеральными экспертами. Это школа мечты, это переосмысление школьных пространств в рамках программы капитального ремонта и то, как, ну, разные субъекты вокруг школы могут участвовать здесь. То есть вторая тема – это кадры для технологического суверенитета. Мы мало внимания уделили в силу ограниченности времени, но вот пару слов все-таки вот об этой теме. Очень важная тема ныне в стране и в регионе, в частности, технологический суверенитет. Ну, мы сейчас с вами знаем, да, задачу, поставленную президентом, обеспечить технологический суверенитет. И Самарский регион – это промышленно развитый регион здесь. И двигательное строение, да, у вас и космос, и автопром наш. Дуб, в общем-то, такая… Машиностроение. Машиностроение. Не психимия, да. И сегодня очень важно, во-первых, молодежи, ребятам со школьной скамьи показать эту траекторию развития, профессионального развития, как привлекательную, показать вообще, чем они могут заниматься, какие большие проекты в этой области сейчас развиваются. И выстроить непрерывную, бесшовную систему, ну, перехода ребят от желания… Образовать самоучреждение учреждения до профессионального. До профессионального. Через систему наставничества, конечно, да. Наставники здесь играют огромную роль. Мы понимаем, что у нас задел был большой, в какой-то момент мы много чего утратили. Но вот эти вот уникальные люди, которые сегодня работают на предприятиях, которым уже часто много лет… Можно возрождать институт наставничества в полной мере. Да, да, ну вот создание такой коллаборации большой результат может дать. Ну, я уверен, все будет. Я вам желаю плодотворной работы на форуме, ну и, конечно, насладиться красотами нашего города, нашего региона. Приезжайте к нам еще. Спасибо большое. Спасибо, я напомню, что Наталья Кравченко была гостьем нашей выездной студии, председатель комиссии Общественной палаты России по просвещению и воспитанию. Субтитры подогнал «Симон»